приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина сегодня у нас четверг 7 апреля в Киеве прекрасная погода и воздушная тревога вот так вот начинается наше сегодняшнее видео не лучшее конечно сочетание но слава богу тревог уже стало меньше но конечно они все равно есть вот тот процесс который я сейчас вышиваю основным если вы слышите странные звуки это стиральная машинка я дома да как можно наверное догадаться по моим калибриком я задумываю возвращаться домой переезжать назад домой я сегодня уже ночевала здесь конечно было очень странно потому что я тут последний раз ночевала как раз таки в ночь 23 на 24 февраля и просто я зашла и очень нехорошее воспоминание у меня откуда-то даже не знаю как это сказать ну я думаю короче говоря вы понимаете но надо надо как-то потихоньку стараться возвращаться к какой-то какому-то бытовому укладу скажем так понятно это не не к мирной жизни не к спокойной жизни даже близко но к какому-то привычному быту назовем это так мне кажется это так и есть но это не вопрос я думаю ближайших дней поэтому пока что буду носиться туда-сюда мой большой процесс берегиня у родителей здесь у меня вот этот вот маленький и на данный момент я вчера уже начала делать бэк смотрите какая красивая яркая получится у нас вышивка надпись я не столько было классных вариантов мне столько вариантов набросали надписей я наверно в прямых себе выпишу и в отдельном видео по этому процессу расскажу какие были варианты потому что мне прям несколько понравилось то есть если бы я не придумала свою я бы выбрала что-то из того что мне вчера написали там я не знаю там вариантов реально был десяток это может быть даже и в этом видео тоже папа выписываю расскажу вам и мой вариант это я рассказывала что я начала этот процесс вообще всю вот эту вот весь этот буклет я начала с мыслями о даче даче это наш такой второй дом и он также находился и находится в не очень благоприятном районе туда прилетала за время активных боевых действий в киевской области обстрелов киева туда прилетала несколько раз в том числе на соседние улицы и конечно мы очень волновались и волнуемся и думала я что там написать там не и про дачу там писали и про мир в общем я хочу на этой табличке написать фразу меди моя фортете мой дом моя крепость мне кажется это самое такое как это сказать лучше всего описывающие те чувства мои эту ситуацию которая у нас была в предыдущие полтора месяца особенно в самом начале когда с первого дня полномасштабные войны нас была возможность уехать но мы приняли абсолютно осознанное взвешенное решение мы не уехали потому что нам не было куда мы не уехали потому что мы решили не уезжать и это действительно вот мы решили что наш дом наша крепость и мы будем здесь поэтому мне кажется лучшей фразой сейчас для нашей конкретной ситуации для нашей семьи просто не придумаешь так что вот такая вот у меня будет надпись на домике давайте проведем с вами вместе ближайшие четыре дня у нас будет не 24 и завтра открою видео про пингвинов меня просили так что завтра вы вы посмотрите пингвинчиков уже посмотрели скорее всего там по моему достаточно длинное видео я вас там заболтаю так что тоже можно будет как-то немножко отвлечься а такое вот видео из кусочков будет у нас на четыре дня на четверг пятницу субботу воскресенье так что давайте проведем его вместе кстати если вдруг у меня насобирается информации и где-то на час то может быть и раньше выйдет посмотрим завтра хочу пошить чехольчики на раму как раз таки для берегини завтра буду этим заниматься будем с вами этим заниматься вместе добрый вечер час 26 я думаю те кто смотрел вышивальные недели уже поняли по этим двум фразам что как-то я погорячила сегодня утром когда говорила что ну конечно мой переезд это не дело ближайших нескольких дней но и дальше по тексту в общем хотя с другой стороны если на это посмотреть это действительно было не дело ближайших двух дней или трех или четырех это было дело прям таки сегодняшнего дня да я перебралась назад домой вот так вот это было неожиданно но в общем это произошло поэтому вы сейчас можете наблюдать не просто лист пластиковой канвы на фоне стола а тут можно наблюдать причудливую конструкцию тут у меня уже станок тут я начала новый сюжет я начала вот этот вот который с розочками все еще пытаюсь как-то впихнуть это все чтобы как-то максимально грамотно расположить по канве и если это все повернуть да у меня здесь пяльца нургея я тут вот такая вот история я это как-то биндерами прикрепила и вот он домик который я вам показывала с утра и и вот он у меня вышился за сегодня как-то не сильно мне сегодня хорошо вышивалась я переносила вещи в несколько заходов если не представьте как много может перенести человек потихонечку потихонечку за полтора месяца так что как-то у меня там был и станок и лампа и все на свете так что как-то понемножку буду возвращаться так что вот так вот у меня сейчас выглядит мой процесс тут будет еще один домик где-то сюда может сюда еще что-то удастся поместить может быть вот эту вот вот ее посмотрим короче как-то что-то пытаюсь тут изобразить может у меня даже все сюжеты которые я хочу вышить влезут на один лист вообще будет замечательно вот такие вот у меня сегодня продвижение и я подумала подумала кстати поставила пингвинов такие на завтра на автоматическое открывание и и подумала я подумала разные я мнения прочитала по поводу окончания моих незаконченных зимой процессов кто-то говорил закончить чтобы перевернуть страницу кто-то говорил если вам не хочется оставьте вышивайте тут то к чему сейчас вот тянется душа как бы понятно здесь нет правильные неправильные позиции тут каждый должен решать для себя и я поняла что скорее всего понемножку помаленьку я буду заканчивать надо себе как-то выделять время и хотя бы по чуть-чуть даже банально там две нитки бэка сделать за день отложить но чтобы она понемножку продвигалась и чтобы но заканчивалась или наоборот как-то вот взять одну работу и так усиленно и заканчивать общем подробности еще нужно проработать но то что я хочу закончить эти работы я сегодня поняла что таки да мне хочется их по заканчивать вот такие вот у меня сегодня результаты до бэка не добралась сегодня у меня были только-только крестики думаю наверное поднять завтра с убежища мои подушки с дивана хотя бы постираю чехлы вот потому что если честно я и этими подушками не пользовалась на них там другие люди спали и мне кажется те другие люди уже вряд ли будут приходить в общем если будет надо мы их стащим но свою импровизированную кровать очень сильно импровизированную кровать я точно не буду забирать пусть лежит вот вот правда пусть лежит на сегодня все увидимся с вами завтра доброе утро у нас пятница 8 апреля и я хочу немножко пошить никогда не думала что такое скажу но да кажется я собираюсь шить в общем какой план рама вот такая размер ее у меня уже есть все размеры рама карабеска поэтому я уже из них собираю каких-то этих монстров франкенштейна у меня уже все все не комплект но это у нас получается я не знаю как это меряется по внешнему по внутреннему ну вот если по по внешнему 44 с половиной такого наверное не может быть по внутреннему получается 41 а боковые планки здесь по моему 30 да боковые планки тут 30 в общем шить мы будем вот такую вот конструкцию это вот просто кусок ткани полоска ткани которая прострочена вот здесь вот два раза подогнута и прострочена по краешку вот он этот шовчик строчка потом по вот этим краям тоже два раза подвернута и туда вставлена резинка единственное что резинка у меня здесь завязана узелком и он вообще ведет себя как предатель вот поэтому он постоянно торчит постоянно вылезает он постоянно у края хотя я его куда-то пытаюсь двигать я думаю что я его заодно сейчас развяжу и прострочу сострочу вместе чтобы не было вот этого узла и наверное я сейчас эту резинку немножко еще укорочу потому что она у меня на другой раме и оно у меня ну короче оно болтается сильно я хочу чтобы она была более тугая давайте я вам покажу на другой раме как это выглядит вот делать мы соответственно будем комплект из двух как ни странно для верха и для низа так утюг это двинься на секунду вот то есть с боков вот такая вот у нас история оно закрывает нализает аж на вот эти вот деревянные штуки то есть не только как с утеплителем для труб вот на саму ткань а здесь у нас получается и на вот эти деревянные но здесь надо сделать работу над ошибками потому что во первых мне нравится когда вот так вот закрывается только сам краешек то есть ну смысл именно я использую эти штуки для того чтобы когда ты вышиваешь вот ты трешься руками чтобы не тереться об саму канву во первых руки могут быть не первой чистоты хоть я пытаюсь за этим следить но иногда я смотрю и думаю боже я как будто чумазая какая-то я не знаю как это получается это просто мистика и кроме того чтобы не затирать чтобы они не махрились в общем зачем нам тереть руками по крестикам но вот тут конечно у меня произошел перебор вот тут вот такая вот у меня история конечно может это еще и потому что оно не сильно видите присобралось и тут вот тоже узелок получается я думаю что я сейчас померяю сколько мы тут брали ткани понятно тут еще сантиметра полтора наверное что подворачивалось ну-ка сколько мы тут делали ну так то скажу почти два тут мы делали но резинка у нас тоненькая короче сейчас буду я та еще швея сразу предупреждаю но сейчас буду делать какую-то работу над ошибками и как то надо да ткани меньше потому что мне в принципе надо чтобы вот наша наш край вот где край рамы мне в принципе достаточно чтобы вот так вот оно просто прикрывало то есть небольшой кусочек вот вот так вот а тут получается если натянуть ну вот представьте вот эту натянули если я еще верхнюю так натяну у нас работы вот вот столько останется это конечно не дело это мы переборщили поэтому сейчас будем реально сокращать это все я так понимаю в два раза наверное вот эту вот да она должна быть в два раза короче в общем сейчас будем это все замерять и смотреть делать я буду снова таки на вот эту вот мою раму она у меня такая ходовая получается небольшая как раз хорошо тут разместилась моя берегиня кстати ткань сюда поместилась 40 сантиметров 40 сантиметров ткани идеально вписались что нам понадобится нам понадобится резинка вот в этом варианте у меня была только белая тут я купила коричневую вот все настолько у меня будет просто рай перфекционистом у нас открылся магазин в Киеве ткани и фурнитуры ну в общем рукоделие это я не знаю может быть еще по открывались но из того что я видела собственными глазами это крещатик 46b точный адрес в подворотне можно купить резинку ткани короче все предметы первой рукодельной необходимости у меня есть вот такая куча ткани вот это я когда-то сотрудничала с цехом пошива постельного белья с кем я только не сотрудничала и мне прислали отрезы ткани это вообще это прекрасный день был в моей жизни у меня теперь есть очень много тканей сейчас я попытаюсь понять с какого мы здесь края резали потому что с этого же материала пошит у меня еще чехол для рамы вот с этой же ткани мы шили вот такой вот чехольчик для рамы внутри он вот такой тут он простеганный вот такая вот у меня еще есть штучка вот такое вот у меня есть изделие так сейчас найду где тут что-нибудь так я вернулась после небольшого технического перерыва нужно было спрятать в холодильник черемшу черемша еще есть еще продается так значит что мы имеем это предыдущее тут у нас 14 сантиметров если у нас еще по 2 сантиметра мы делали вот эти подвороты то есть получается мы брали 15-16-17-18 и еще короче где-то 19 сантиметров наверное мы брали даже 20 наверное 15 сантиметров мы брали ткань это очень много сейчас буду смотреть буду думать но это мы конечно это мы конечно переборщили так сейчас будем размышлять сколько нам отрезать так крутила я это полотно долго но кажется я нашла я нашла край с которого мы резали ну вот тут какая-то какая-то вот такая вот история очевидно да очевидно отсюда мы резали как мы мерили это я хорошо помню мы я говорю потому что я с подругой это делала мы мерили так чтобы оставалось у нас есть прекрасная поговорка что еще круть верть шу верть круть типа же хоть так хоть так получается то же самое так мы мерили так чтобы слева справа от рамы оставалось по пять сантиметров это я хорошо помню так эту штуку можно снять так слева справа чтобы оставалось по пять сантиметров сейчас посмотрим сколько тут у нас выходит тут у нас все десять получается короче значит по пять сантиметров чтобы у нас может больше сделать чтобы у нас получилось потом в итоге сборка вот чтобы оно вот так вот присобралось не просто было вот такое а вот чтобы гармошечка у нас вышло а вот можно посмотреть где у нас рама по которой мы это дело шили насчет того как будем определяться с высотой опять же нам нужно понять насколько мы хотим чтобы ткань заходила на раму то есть можно вот так вот как-то посмотреть и добавить полтора сантиметра то есть где-то мы сначала пол сантиметра будем подворачивать а потом еще сантиметр так что определяемся насколько мы хотим чтобы у нас заходило я хочу чтобы оно прямо было вот по краешку как-то вот так вот не больше и добавим к этому еще по полтора сантиметра с каждой стороны так сейчас те кто профессионально шьет там просто сидеют мне кажется у экрана ну что поделать что поделать так где-то вот так вот получается сейчас посмотрим что я тут что я тут намерила конечно еще перемере так где-то посерединку цветочка одиннадцать получается и плюс полтора плюс полтора одиннадцать плюс три это четырнадцать ну да оно будет меньше чем предыдущее это очень хорошо так ну что режем но еще раз лучше еще раз померяем с первого раза аккуратно ровно без каких-либо проблем я отрезала два одинаковых куска ткани мы вам совет не верьте ни единому слову это что вы только что услышали и сейчас нам их надо прогладить чтобы они у нас были ровненькие и тогда будем доставать швейную машинку и подворачивать краешки слева и справа смотрите какова красота вот ровненько гладенько так что мы теперь делаем мы берем нашу ткань и подворачиваем с краешку полсантиметра заглаживаем а потом еще полсантиметра тут у нас никакой резинки вставляться не будет соответственно тут нам нужно просто тут нам нужно просто сделать чтобы был аккуратненький краешек вот подвернули прогладили один раз и теперь подворачиваем второй раз аккуратненько проглаживаем главное в нашем деле чтобы без пальцев и прокладываем вот что у нас получилось вот вот и прокладываем тут строчку да тут мы делали больше ну ладно прокладываем строчку у края так пол дела сделано прострочили вот как это выглядит выглядит строчка с одной стороны с лицевой стороны и теперь что нам нужно сделать нам нужно вот эту вот часть тоже аккуратненько подвернуть сначала полсантиметр полсантиметра полсантиметр а потом побольше вот так вот чтобы у нас образовался канал в который мы потом с помощью булавки будем заправлять нашу иголку к сожалению у меня нет такой специальной штуки которая есть такая игла в которую вставляется кончик резинки и зажимается и получается этой вот этой вот иглой но я буду старым добрым проверенным способом подгибаем раз подгибаем два проглаживаем прострачиваем у меня так шикарно машинка строчит я ее перед короче после нового года где-то в середине января смазала полностью а потом заболела ковидом вот и сегодня первый раз на ней строчила так сейчас будем подворачивать так все подвернули один раз маленький подвернули один раз побольше идем прострачиваем так вот я подогнула и с одной и с другой стороны один раз и еще раз можно вот так вот срезать кончик краешек чтобы удобнее было подворачивать и сейчас будем прокладывать здесь две строчки аккуратно все подгибаем и сейчас будем строчить закон подлости не был бы законом подлости если бы во время съемки не закончилась нижняя нитка как я это люблю нет в общем ладно строчим еще раз так так достаем и смотрим что у нас получилось из этого всего дела не прям конечно по краю но проложили строчку все теперь с другой стороны с или а так есть что одна готова и вроде бы все вроде бы бунте даже ничего не надо будет строчить больше так что у нас тут вышло вот теперь нам надо пропустить сюда резинку ну что на данном этапе мы можем полюбоваться тем что мы сделали или найти в этом чем-то кучу недостатков как я смотрите самобичевание это я вообще дело люблю и уважаю так что дальше мы делаем нужно отмерить количество резинки я смотрю сколько мне надо чтобы обернуть раму и делаю так чтобы было хорошенько хорошенько так в натяг сейчас посмотрю сколько это у меня по итогу получится так намерила я с таким хорошим натягом 61 сантиметр возьмем наверное 62 еще же нам надо будет это дело сострочить вот отрезаем берем английскую булавку где-то здесь я находила продеваем и берем нашу ткань и теперь нам нужно продеть по кругу отсюда сюда потом сюда сюда и выйти в этой же точке у нас уже стемнеет пока я это сделаю пока я пошью ну ничего страшного все начинаем это все дело продевать наверно надо было в самый-самый кончик тогда будет легче так Так, все, мы это сделали. Конечно, так я хорошенечко стянула. Надеюсь, это нормально будет на раме смотреться. Что я вам хочу сказать, идеальный мы сделали канальчик для того, чтобы проложить туда резинку. Вообще шикарно. Так, и сейчас я тут закрепила, я надеюсь, вам было видно. Я закрепила, чтобы не убежал вот этот вот кончик. И сейчас я думаю, что я пойду сострочу вот эти два кончика и попробуем это на раму. Может быть, действительно нужно следующую резиночку взять чуть побольше, чем 62 сантиметра. Но просто мой перфекционист ликует вот этой коричневой резинки на коричневой ткани. Это вообще идеально. Так, пойду вот это прострочу. Так, все, прострочили. Теперь надо как-то сделать, чтобы этот некрасивый шовчик у нас спрятался куда-то внутрь. И где он там у нас? Вот сейчас он у нас и спрячется. И сейчас будем пробовать. Сейчас просто момент истины наступит. Ну, что я вам хочу сказать в связи с пережитым. Просто я не швея, швея не я, знаете. Вот все, что я вам могу сказать. Не могу утверждать, что мне это какое-то особое удовольствие доставляет. Но зато радует, что я себе сама могу сделать из каких-то подручных материалов. В общем, резиночка, конечно, смотрится красиво. Итак, конечно, вот так вот вы сами понимаете. Так, одеваем на барашек. То есть тут самое главное у меня было условие, чтобы резинка была выше барашка. Так, и с другой стороны. Я же сама волнуюсь. Так. Слушайте. Это ровно то, что я хотела. Серьезно. Вот ни больше, ни меньше. Ну, может быть, конечно, чуточку-чуточку больше бы можно было буквально. Вот. Вот так вот это с другой стороны. То есть оно закрывает только вот эту вот саму закрученную ткань. Да, это у меня иголка. То есть так вот оно с этой стороны. И вот так оно с этой стороны. Да? Так. Сколько я там брала? 14 сантиметров, да? Я отмеряла. Было 14 сантиметров. Когда я отрезала, я добавила там по полтора. Ой, господи, швея. Вообще молодец. По-моему, нет. По-моему, я резала. Да. Короче, надо было 14 сантиметров. И прибавить еще 3 сантиметра. Короче, забудьте. Ткань я резала 14 сантиметров. Сам отрез был 14 сантиметров. Получается, вот у нас. Вот. Сам отрез ткани был вот такой вот. И потом я подворачивала. С одной стороны, с другой. То есть сама ткань была 14 сантиметров. Я думаю, что, в принципе, можно брать сантиметров 15 точно. То есть еще сантиметр можно было бы спокойно добавлять. То есть сантиметров 15 надо было брать. Оно хорошо. Но вот прям так впритык. Можно было 15 брать спокойно. Но я все равно очень довольна. И натяжкой, кстати, тоже. Вот это то, что я хотела. Чтобы оно вот такое вот было красивой гармошечкой. Ну что? Фокус удался. Пойдем сейчас то же самое сделаем с вторым отрезом. Но да. Сантиметров 15. То есть 16 может быть. Ну 16 может быть. Нет. Но сантиметров 15 можно брать спокойно. По моему наработанному на ваших глазах опыту. Да будет свет, решила я. Потому что у нас льет дождь. Пользовалась я, кстати, да. Вот и свет. Вот и он. Пользовалась я, кстати, ниткой из вот этого набора. Китайского с Алиэкспресс. Темно-коричневой. Классные нитки. Реально классные нитки. Настолько мощные. Крепкие вообще. Я очень довольна. Я ее не доставала пока из машинки. Потому что я все-таки сейчас, наверное, пойду и вот что-то тут вот сделаю. Такий этот узелочек. Я его развяжу и прострочу. И может быть немножко, ну как бы сделаю, да, чтобы она... Тут вот мне прям нравится, как оно тянется. Вот я только что вот эту. Видите, что делается? То есть она в собранном виде вообще вот так выглядит. Это, ну понятно, она на большую раму, да. Но тут как-то она прям вообще... Тут такая гармошечка. Ну и просто, да. Да, да, да. Мне когда продавщица достала коричневую резинку, я такая, ну идеально. В общем, дотянулись. Вот зацепили одну. Зацепили вторую. И все красивенько поправили. Как раз то, что нужно, оно и закрывает, и не закрывает пол работы. Как было тут, да. Вон какой кусок ткани. И как это все еще раз выглядит с другой стороны. Вот, получается, здесь. И вот так вот здесь. Опа. Вот. Ну что, мне кажется, что мы с вами справились. Сделала я это долго. Но мы с вами справились. И вот здесь вот хорошо ткани получилось по бокам. Смотрите. Вообще. Я по 5 сантиметров, как я и говорила. Вот видите, оно прям вот защищает эти деревянные штучки. Можно так расправить, чтобы оно закрывало. И вот тут вот. То есть, по 5 сантиметров со сторон. Это была хорошая идея. Когда оно присобирается, не видно, что строчка не везде идеально ровная. Хотя здесь, кстати, красивая. Я довольна, что я вам хочу сказать. Я надеюсь, что по моему мастер-классу, который я бы не могла так назвать, вы сможете тоже себе пошить такие штучки. И мне кажется, что это гораздо более эстетично, чем вот это. Ткань мне нравится гораздо больше. Коротко для понимания уровня бардака. Свет, штатив. Я. Так, пойду вот это простречу. И подушки надо принести. Надо, наверное, прямо сейчас пойти. Кстати, спрашивали меня насчет машинки. Я уже почти спрятала. Вот модель. Я ее покупала. Я вот нашла на нее документ. 2014 год. То есть, это было 8 лет назад. Какой кошмар. Да, это было 8 лет назад. Интересно, здесь цены нет. По-моему, она тогда... А, даже цена есть. Она стоила 1174 гривны тогда. Мне казалось, 1174 гривны. Сейчас она тоже продается. Она есть на розетке. Но, по-моему, она подорожала раза в два. Или в три. Но она продается и вроде как до сих пор является такой достаточно популярной моделью. Тут вот есть разные всякие строчки. Можно посмотреть, что она умеет. И к ней подходит набор лапок, которые я заказала на Алиэкспресс. В общем, я выбирала такую, чтобы не сильно какая-то навороченная там, прям вот эта компьютеризированная. Но и чтобы основные функции свои выполняла. И вот служит уже, страшно сказать, 8 лет. Все, я притащила свои подушки. Сейчас буду снимать с них чехлы, стирать. У нас кто-то прятался в убежище. То есть там, я же помню, как я оставляла. Там по-другому все сложено. То есть за предыдущую я неделю, честно, не ходила. Там есть люди, которые его проверяют. Вот я им доверяю. Но вот я пошла, открыла ключом, было закрыто. И там по-другому все стоит. Кто-то, видно, за предыдущую неделю решил, что ему нужно там побыть. Вот так вот. Так что сейчас все это буду снимать. Оно прям чувствуется, что оно такое, все в пыли. Ну, понятно. Как бы странно, если бы оно из подвала было не в пыли. Сейчас буду стирать, но остальное я пока не забираю. У меня уже соседка горит. Вот я, может, пойду свое заберу. Я такая, нет, я не буду. Пусть лежит. Серьезно. Потому что еще ясно, что ничего не ясно. Доброй ночи. У нас уже час сорок. Я уже прям таки собираюсь ложиться спать. Но вспомнила, что я не включилась и не показала вам, что я за сегодня навышивала. Я таки немножко навышивала. Несмотря на то, что как-то поздно я засела. Вроде такие несложные телодвижения, вот эти вот с пошивом чехольчиков этих защитных. Но пока все достанешь, пока все разложишь, пока сделаешь, пока снимешь. В общем, кусок времени на это у меня ушел. Но, несмотря на это, домик мой продвигается. И осталось мне в нем 900 крестиков. Я уже несколько дней не вышивала берегиню. Я думаю, что я к ней буду уже на днях возвращаться. И еще я думаю, что таки выйдет это видео раньше, чем в воскресенье. Скорее всего, выйдет оно в субботу. Потому что уже я наснимала там какое-то количество. В общем, наверное, пока что на это и будем ориентироваться. На количество отснятого. Если будет что показать, будет выходить чаще, там, раз в два дня. Если не будет, там, раз в три-четыре дня. Будем пробовать так. Но на режиме съемки раз в два дня я продержалась месяц. Это, правда, не очень просто. И месяц — это не то, что открывать заранее снятые видео. Это вот ты один день снимаешь, второй день ты снимаешь. И уже вечером монтируешь, что все выкладываешь. Я просто думаю, как люди, которые годами снимают вот эти ежедневные влоги, а я подписана на такие каналы, как они каждый день это делают. Это, конечно, отдельная история. Привыкаю я к самостоятельной жизни снова. У меня сегодня устроила диверсию ролета. Она в полной тишине решила отвалиться. Сложно передать весь спектр эмоций, которые я при этом испытала. Мне кажется, у меня просто жизнь сократилась лет на десять в этот момент. Это, конечно, что-то. Была у нас тревога, но, слава богу, была одна утром, одна вечером. Всего две тревоги за день. Это уже, знаете, радуешься самым непредсказуемым вещам. В общем, надеюсь, что завтра еще 900 крестиков у меня прибавится на этот домик. И буду, наверное, возвращаться опять же к берегине, может быть, к другим процессам моим незаконченным. Потому что мне уже нужно будет делать бэкстич на вот этом домике доделывать, вот на этом и, конечно, на табличке и на вот этом. То есть у меня здесь будет куча бэкстича. А крестики буду делать, скорее всего, на берегине. Пока что все. Встретимся с вами завтра. Завтра. Не знаю, наверное, когда я закончу крестики в этом домике. Добрый вечер. Да, уже вечер. Вечер своты 9 апреля, половина десятого уже. Думала я сегодня выпустить видео, но, как вы понимаете, а кому оно уже надо будет в 11 часов вечера, ночи, чего там. Поэтому уже выйдет, наверное, завтра утром, если я сейчас успею его смонтировать. Короче, надеюсь, что выйдет оно в воскресенье. Только я собралась вам записывать кусочек видео, у нас сработала воздушная тревога. Давно не виделись. Но, правда, один раз за день. Вчера было. В это же время, кстати. Практически. По вечерам, по ночам. Это уже, конечно, не 15 в день. Но тоже, понятное дело, приятного мало. Я сегодня, я вышла 900 крестиков, да, в этом домике оставалось 900 крестиков. Как вы видите, он у меня полностью готов. Ну, понятно, без бэкстича. И я сегодня уже крестиками заниматься не буду. Не буду ее доводить вот это до своей любимой цифры круглой. Уже оставлю так. И буду сегодня заниматься уже бэкстичем. А завтра уже, дай бог, вот прямо так вот с чистого листа приступлю к какой-то большой работе. Ну, опять же, как я вам говорила сутки назад, скорее всего, к Берегине. Вот такие вот у нас с вами получились. Сколько это было? Три дня, да? Я уже сбилась. Наверное, три. Думала, будет четыре, но получилось три. Вроде как ничего такого рукодельного у меня больше за сегодня не происходило. Ничего я абсолютно больше сегодня не делала, не разбирала, не готовила, не подготавливала, не вышивала, ничего. Я сегодня как-то вот у меня весь день прошел в каких-то других заботах. В общем, на этом все. Вот такая вот у меня тут получается яркая красота. И сейчас будем этой яркой красоте добавлять немножко четкости. Так что я пошла делать бэкстич, а с вами я на сегодня прощаюсь. Спасибо всем огромное за внимание. Удачи вам, творческих успехов. Берегите себя. Пока.